Время новостей Весы Фемиды застыли в нерешимости. Апелляционный суд в очередной раз перенес слушание по привозу. Совершенно законно и обоснованно были возбуждены эти уголовные дела. А именно, они вытекали из расследования уголовных дел по чиновникам Одесского горсовета. Областная больница в зоне конфликта. Сотрудники одного из структурных подразделений против руководства. Не пострадают ли больные? Нас бесповинно обвиняют в какой-то коррупции. Нас запугивают. Вашим детям нужна помощь? Заходите к нам. С таким призывом к одесситам обращаются участники благотворительной темы Одесского форума. Вот так вот люди, просто обычные одесситы, они отзываются на наши призывы. Кто чем может, кто деньгами, кто продуктами. У кого-то может быть есть какой-то бесплатный доктор. И это и многое другое сегодня в нашем выпуске. А начнем вот с чего. Тарифы на услуги ЖКХ за последние 15 лет выросли в Украине более чем в 10 раз. О новом, а точнее очередном повышении стоимости услуг стали говорить еще до начала избирательной кампании. А по ее завершению от слов, похоже, перешли к реальному воплощению. Новые платежные квитанции за октябрь уже «порадовали» одесситов выросшими суммами. В Горсовете уверяют, рост произошел из-за того, что в минувшем месяце коммунальщикам пришлось выполнить гораздо больше работы, услуг и, соответственно, потратить на это большую сумму. Каких работ именно, в Горсовете не уточняют, но и не отрицают. Работа по пересчету тарифов идет к полным ходам. Сколько же и за что предстоит платить одесситам, далее в нашем материале. Перефразирую классикам, можно сказать, люди у нас хорошие, а вот опрос оплаты за квартиру и ее обслуживание их портит. Портит и будет портить, предупреждают в Одесском муниципалитете и в оправдание ссылаются на постановление Кабинета министров Украины полуторагодичной давности издания, которое предписывает привести на местах тарифы и на коммунальные услуги в соответствии с экономически обоснованными. Кто обосновывал тарифы и по какому принципу они вообще устанавливались? В распоряжении Кабмина за номером 869 от 1 июля 2011 года ни словом. Спустя полтора года к этому малопопулярному документу вернулись и на его основании ведут пересчет тарифов, рассказал в пятницу одесский вице-мэр господин Орловский. В то же время, когда они будут введены в действие, чиновник не сообщил. До этого тарифы надо будет еще утвердить на исполкоме горсовета. Не исключено, что это будет сделано к концу текущего года. По словам Анатолия Орловского, последнее повышение тарифов было аж в 2008 году. С тех пор подорожало и дальше успешно продолжает дорожать практически все. Впрочем, с этим заявлением чиновника спорить трудно. Так чего же ждать одесситам в ближайшем будущем в свете повышения, увеличения и роста? Так, средний тариф по городу сегодня составляет 1 гривня 75 копеек за 1 квадратный метр общей площади квартиры. После упорной работы в комиссии по ЖКХ он станет в районе 2 гривень. Впрочем, забегать вперед не будем. Новые расчеты по каждому дому после утверждения будут опубликованы в СМИ и выложены на официальном сайте города. А вот будут ли они соответствовать уровню предоставляемых услуг, этого гарантировать в мэрии не могут. Да и неблагодарно это дело давать прогнозы в свете удручающего технического состояния всего коммунального хозяйства Одессы. Александр Надеждин, Новая Одесса. Цена на проезд на водевских маршрутках все-таки поднимется, но не более чем на 30%, считает директор научно-производственного центра эконом-информик Георгий Хаскин. По его мнению, объективно нужно поднять тарифы более чем на 30%, но законодательно это невозможно, так как рост тарифов привязан к минимальной зарплате. В то же время эксперт подчеркнул, что нынешний тариф не дает возможности качественного улучшения оказания услуг перевозки. Хаскин назвал цену в 3 гривни самой реальной, но подчеркнул, что это его мнение. В то же время директор городского департамента транспорта Павел Стерлидов заявил, что узнал о грядущем крупном повышении цен на проезд в маршрутках и средств массовой информации, а никаких расчетов еще не проводилось. Сегодня на привозе снова было неспокойно, возникла новая стычка с участием охраны рынка и предпринимателей, после чего обе стороны направились в милицию писать заявление. Сообщили об этом сами предприниматели. По их словам, к ним была применена сила, а также сломана техника. Наша группа выехала на привоз и вот что удалось узнать на месте события. Они простояли под администрацией, как рассказали мне, порядка 10 минут, после чего и начал развиваться вот собственно тот конфликт, о котором мы сейчас говорим. Какой конкретно конфликт расскажут непосредственно люди пострадавшие в нем. Это Вячеслав и Андрей, предприниматели рынка привоз. Андрей, расскажите, пожалуйста, что происходило? Я не являюсь предпринимателем рынка привоз, я являюсь руководителем общественной организации, членами которой являются предприниматели, работающие на рынке привоз. Сегодня мы хотели передать копию заявления, которое вчера мы передали в следующие адреса прокурору Одесской области, начальнику УВД в Одесской области, начальнику УВД в городе Одессе, прокурору города Одессы. И следующий адрес это администрация рынка привоз. Все упомянутые адреса поставили входящие номера, свои печати, штампы, все как положено. На администрации рынка привоз, когда мы пришли, здание было закрыто, мы нажали на звонок, нам ответил голос, что вам необходимо подождать. Продождав какое-то определенное время, я увидел, что подходят сзади несколько охранников рынка привоз. Открывается дверь и подскакивает в этот момент начальник охраны рынка привоз Андрей Сокур, который набросился на Вячеслава Бобейко, который снимал видеокамерой тот факт. Мы хотели зафиксировать подачу заявления, потому что администрация не принимает такие заявления. В этот момент он схватил видеокамеру, начал ее выламывать, выкручивать, вырвал видеокамеру, дал команду сотрудникам своей охраны, чтобы они набросились, Вячеслава Бобейко, они бросили его на пол, выкрутили руки и подняв, повелив через весь привоз в отдел милиции. Меня один охранник, который вышел из администрации, заломал, тоже выкрутил руку, на излом взял, поэтому я не смог ничего сделать. И освободившись уже потом, я пошел за Вячеславом и за Андреем Сокуром, которые ввели его в отдел милиции. Сейчас в отдел милиции мы написали заявление о происходящих событиях, о том, что произошло, о том, что сегодня в день журналистики, меня в том числе поздравили как журналиста сегодня на рынке, поломав камеру, которая является собственностью общественной организации, общественной инициативы Южного региона и напав, применив физическую силу, грубую физическую силу на предпринимателя и руководителя общественной организации. Хорошо, спасибо, Андрей. Вячеслав, вот вы снимали, да, в этот момент все и на вас набросились, как я уже слышал, да? Сильно досталось? Досталось очень сильно. Я думаю, что даже наша милиция так не применяет такую физическую силу к людям при задержании, даже самым, будем говорить так, рецидивистом. Но ко мне охрана рынка привоз во главе с Андреем Сокором приняла действительно такую физическую силу, которую, ну, я даже не знаю, как ее обозначить, но это я могу расценить, как, ну, и не только я, и по моему заявлению, должно быть возбуждено уголовное дело против Сокора Андрея и также охранников, которые подчиняются ему на рынке привоз, потому что они нарушили закон, они переступили черту закона, за который они должны отвечать за свои деяния. То есть эта статья инкриминируется как группа лиц. Они меня заломали. Вячеслав, ну, это уже как бы понятно более-менее, да? Вот я хочу узнать точно, вроде как камеру разбили, да? Камеру выломали объективы. Что с флешкой? Флешкой, на которой записан весь конфликт? Мне отдали. Сокор зашел к начальнику милиции райотдела, привоз, и там он растворился в кабинете у него. Где камера, мы не знаем, где флешка, мы тоже не знаем. Все, спасибо. Спасибо, Вячеслав, спасибо, Андрей. Отмечу, что мы продолжаем следить за развитием событий сегодня на привозе. Если тут будут продолжаться какие-то конфликтные ситуации, мы обязательно о них вам расскажем позже. Ирина? Это был повтор прямого включения. А днем в пятницу в Одесском апелляционном суде состоялось повторное заседание по рассмотрению апелляции, поданной областной прокуратурой на постановление суда первой инстанции. Напомним, в конце сентября Приморский районный суд принял решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела по незаконному завладению недвижимости на рынке привоз. В пятницу в Одесском апелляционном суде состоялось второе заседание по рассмотрению апелляции областной прокуратуры. Представители последней по-прежнему настаивают, привоз был выведен из коммунальной собственности незаконно. Уже по недоброй традиции снимать ход судебного заседания представителям прессы запретили. Однако против аудиофиксации, происходящего в зале, никто из участников процесса не настаивал. В статье четвертая, криминальный пациент в улице, меня забавлят, при установлении обставленных, которые указывают на то, что военно-злочие, порушить криминальные справки. Важаю, что повод для представок, для порушения криминальных справок за фактами, та стосовно у всех, у меня было больше, чем предоставленных. Своим выступлением Геннадий Лободар оставил все точки над «и». В частности, правозащитник Николай Розавайкин отметил, что представитель областной прокуратуры в ходе заседания суда четко, ясно и аргументированно изложил все факты, которыми он руководствовался при возбуждении уголовного дела. Совершенно законно и обоснованно были возбуждены эти уголовные дела. А именно, они вытекали из расследования уголовных дел по чиновникам Одесского горсовета, Смолера и других по факту раскрадания нежилого фонда объектов недвижимости, которые принадлежат нам всем одесситам. И оттуда вышли факты, связанные с незаконным отчужением рынка привоз. Предприниматели рынка, которые присутствовали на заседании суда, также положительно оценили его ход. Рынок можно и нужно вернуть в коммунальную собственность, и тогда на нем вновь будет зарабатывать городская громада, а не частные лица, говорит предприниматель привоза Людмила Музыка. Для ознакомления с дополнительными материалами дела апелляционный суд взял перерыв до пятницы 23 ноября. Вадим Шпаченко, Олег Шпак, Новая Одесса. Областная клиническая больница в центре внимания средств массовой информации. Там сложилась непростая ситуация. Разгорелся и вышел за пределы учреждения конфликт между одними из отделений и администрацией. Работой больницы сегодня интересуются проверяющие органы. В чем заключается суть проблемы, пыталась выяснить Виктория Ясинская. Две с половиной тысячи сотрудников Одесской областной клинической больницы сегодня вынуждены работать в как минимум нервозной обстановке. Причина – недавно разгоревшийся конфликт между администрацией и отделением клинической лабораторной диагностики. Летом правоохранители зафиксировали факт получения денег за анализы на руки одним из сотрудников лаборатории. Результат – выговор заведующей отделения. Начался конфликт. Главный врач с того момента, не приглашая в кабинет и не разбирая, что произошло, начал кричать на пятиминутке, что он меня уволит как заведующий, что все усилия приложит. И после длительной болезни у меня после этого криз случился гипертонический, микроинсульт, и я практически два с половиной месяца на больничном находилась. По словам некоторых сотрудников отделения, администрация больницы оказывает давление на коллектив. Люди боятся увольнений. Плановая инвентаризация в отделении привела к очередному витку конфликта. Нас идентифицируют с нашими карточками, которые находятся в отделе кадров. То есть, вы знаете, как-то это, ну, несколько, как-то так. Вот потом нас бесповинно обвиняют в какой-то коррупции, нас запугивают, что унижают, оскорбляют. В самой лаборатории существует несколько отделов. В одном из них, экспресс-лаборатории, сотрудники имеют собственное мнение на происходящее. Мы свидетели того, что нам приносят работу, которая оплачивается пациентами, а мы ее просто выполняем. По словам сотрудниц экспресс-лаборатории, коррупция все же имела место. Неофициально назначенная старший врач брала с пациентов деньги за анализы. А где сейчас старший врач находится? Ну, она бы ушла на больничный. И все вот эти вопросы, все вот эти проблемы свалились на тех людей, которые действительно тут ничего не видели, ничего, потому что задавался вопрос, почему так происходит, это не ваше дело и вообще не суйте нос. И теперь те люди, которые должны были ответить за это все, их нет. Они все просто убежали. А те люди, которые действительно не брали денег, они отдуваются. О том, что с лабораторией в последнее время работать стало сложно, говорят и врачи из других отделений. У нас бывает ситуация, когда мы одновременно получаем несколько пациентов, которые после ДТП, после каких-то увечья, либо с какой-то астрохирургической патологией. При этом исследовать по-настоящему, как положено для больницы областного уровня, это невозможно. Почему? В чем причина? Причина в том, вот по своему опыту, для того, чтобы сделать вот эти исследования, необходимо сначала отнести денег. Можно сделать долг, но потом надо утром со сменой рассчитаться, потому что смена будет денег за эти исследования, которые проверены, сдавать старшим. Кто рассчитывается за анализы? Считаем так. Если здесь лежит пациент с ДТП, я реально могу с него там что-то потребовать, допустим, объяснить ему, если он побитый, обескровленный, не до этого. Подвести девочек, которые делали исследование, чтобы они со своего кармана платили, тоже невозможно. Тогда, получается, попадаю я. У самого же главного врача собственное мнение относительно сложившейся ситуации. Ничего личного, нет конфликта между мной и персонально-завлабораторией. Есть намерения и действия администрации по наведению порядка в лаборатории. Я неоднократно предупреждал, что деньги на руки ни один сотрудник больницы не имеет права брать. Что деньги, если пациент согласен сделать какой-то благотворительный взнос, деньги должны идти через филиалы банка на наши внебюджетные счета или на благотворительный фонд, с которым мы сотрудничаем. Конфликт в Одесской областной клинической больнице наверняка должен быть разрешен в ближайшее время. В противном случае могут пострадать не имеющие отношения к внутренним перипетиям пациенты. Хотя проблемы намного шире одной больницы, даже регионального значения. Практически каждый из нас знает, что и почем в любом лечебном учреждении. Банковская система, с одной стороны, усложняет оперативность лечения пациента, с другой, без нее фиксированной суммы оплаты пока не придумали. Тем временем 50 сотрудников лаборатории подписали открытое заявление министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой с просьбой разобраться в ситуации. Виктория Ясинская, Евгений Аброславец, Новая Одесса. И далее к другим темам. Близятся новогодние и рождественские праздники. Совсем скоро город преобразится. Витрины запестрят красочные иллюминации. Прилавки уже сейчас заполняются новогодними игрушками и подарками. Безусловно, в такие дни особое внимание взрослых будет уделяться детям из так называемых социально незащищенных слоев населения. Сиротам, малообеспеченным и страдающим физическими недугами. Милосердие и доброта всегда были присущи одесситам. К счастью, не утрачены эти качества и сегодня. Косте Маркову 20 лет. Только выглядит он намного моложе своего возраста и слишком уж худой. Физические отклонения мама Кости, Карина, начала замечать, когда мальчику было несколько месяцев в отроду. Согласно статистике, из таких семей очень часто уходят папы, не выдерживают психологических нагрузок. Мама Кости также осталась одна, но продолжает бороться за достойную жизнь для своего физически нездорового ребенка. Три года назад на Одесском интернет-форуме женщина увидела тему «Вашим детям нужна помощь, заходите к нам». Там она обрела поддержку форумчан. Сегодня они пришли поздравить семейство Марковых с наступающим Днем Святого Николая. Костя и его мать Карина рады гостям, ждут зимних праздников и, несмотря ни на что, продолжают верить в сказку. Ждем чего-то, да, обязательно. Мы этим живем же периодами. К нам приходит такое счастье. И Саша знает, он готовится к этому празднику. Знает про Святого Николая. К сожалению, в Одессе очень много детей больных ДЦП. Именно в их поддержку и решено провести специальный благотворительный марафон. Ведь этим детям также хочется ощутить праздник. Почему бы не поспособствовать этому, говорят участники социального форума. Цель акции – напомнить всем одесситам, что приближаются новогодние рождественские праздники и пригласить всех неравнодушных земляков поддержать акцию, рассказала форумчанка Наталья Филаткина. Многие, получается, мамочки тратят деньги на лекарства. У нас детки в основном очень тяжелые. И тратят денежки на лекарства. И самое такое вот, у малышей есть желание какое-то, самое сокровенное. И, получается, денег, как правило, на это не хватает. То есть вы сегодня в роли Святых Николаев выступаете? О, нет, это, наверное, слишком громко сказано. Как же появилось столь замечательное сообщество? Три года назад на Одесском форуме познакомились люди. Они не знали друг о друге абсолютно ничего, даже как выглядит собеседник. Им в голову и пришла идея создать тему помощи детям из неблагополучных семей и физически нездоровым. Назвали ее «Вашим детям нужна помощь? Заходите к нам». Неожиданно эта тема заинтересовала очень многих. Допустим, вы узнали, что матери с ребенком необходима помощь, рассказывает форумчанка Лариса Вальдман. Они или временно находятся в тяжелом материальном положении, или у них постоянная беда. Этот их ребенок болен. Вот и обращаются к нам на форум. Мы едем и смотрим, на самом деле так или нет. Если да, начинаем бить тревогу. И, в принципе, вот так вот люди просто обычные одесситы. Они отзываются на наши призывы, кто чем может, кто деньгами, кто продуктами. У кого-то, может быть, есть какой-то бесплатный доктор. И вот таким вот образом, с миру по нитке, так вытягиваем по тихому. Тема на форуме – место для интересного и познавательного общения. Тут родители детей с ДЦП могут найти ответы на любые вопросы, касающиеся заболевания их ребенка. Могут найти также собеседников и друзей, тех, кто выслушает и поможет советам. ДЦП – тяжелое испытание и для ребенка, и для его родителей. Ведь, чтобы победить коварную болезнь, нужны колоссальные усилия, огромная сила воли и вера. Участники форума призывают одесситов не забывать об этом. Эдуард Шендорович, Татьяна Леонова, Новая Одесса. В течение вот уже 18 лет профессиональный праздник работников телевидения и радиосвязи отмечается 16 ноября. Этот день установлен указом президента в ноябре 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины. Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством. Вот девиз работников средств массовой информации. Не хочется в праздничный день обсуждать тему, как далеко продвинулась наша страна в этом направлении. Это тема отдельного серьезного разговора. В пятницу же работники СМИ слушали слова поздравлений и получали грамоты, дипломы и подарки от руководства регионального отделения Национального союза журналистов. Мы приносим изменения за технические неполадки. Продолжаем выпуск. Культурное событие города. Сегодня в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Водянова. Премьера. Хаджибей или Любовь к трем тысячам апельсинов. Это второй спектакль из задуманной театром трилогии об Одессе. За постановку взялся режиссер и хореограф, заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун. Либретто написали телеведущий, поэт, переводчик Игорь Лосинский и сценарист, создатель московских новогодних огоньков Ян Гельман. Постановку я готовлю зрелищную. В ней занята вся труппа, весь хор и балет, говорит режиссер Георгий Ковтун. А такого количества декораций, сколько будет в этом спектакле, я думаю, еще в этом театре не было. В общем, готовим настоящее шоу об Одессе. В театре мускомедии побывала наша съемочная группа и повтор прямого включения слова Анастасии Юдиной. Сегодня здесь проходит премьера мюзикла «Хаджибей или любовь к трем тысячам апельсинов». Как предзнаменование сразу перед спектаклем выключили свет. Артисты восприняли это как символ к успеху. Рядом со мной находится ведущий артист театра Владимир Кондратьев. Расскажите, пожалуйста, как вы работали над спектаклем, как у вас настроение? Настроение хорошее. Работали, как все, на износ. Но я думаю, это стоит того, потому что материал очень сложный, технически он решен. Он очень сложный, дай Бог, чтобы все получилось, чего и всем желаю. Конечно, все постарались как могли. Кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее, я думаю, что цельный продукт получился очень хороший. Дай Бог, чтобы этот спектакль имел жизнь, потому что тема хорошая, историческая. Но в целом не нужно воспринимать спектакль как серьезный исторический какой-то факт, потому что очень много несоответствия. И просто мы его воспринимаем как веселую, хорошую шутку, историю. И музыка, соответственно, известных авторов, переделанные тексты именно под данную ситуацию. Поэтому не ищите каких-то блох. Просто приходите, посмотрите, потому что есть над чем и посмеяться, и задуматься, и просто поглазеть на сцену. Шоу. Нормальное, хорошее, веселое шоу. Спасибо, Владимир. Еще рядом с нами находится народная артистка Украины Ольга Аганезова. Расскажите, Ольга, ожидаете ли вы успеха сегодня? И начнется ли все-таки спектакль, как вы думаете? Спектакль начнется ли, увидим. Успеха ожидаем, хотим, во всяком случае, хотим. Потому что хочу поблагодарить в эфире артистов нашей труппы, наш хор, наш балет, за то, что они выдержали эту пытку апельсинами. Я думаю, что выдержали успешно. Я надеюсь, что выдержали успешно. Во всяком случае, сдача вчера прошла очень приятно. Я желаю нам всем успеха, успеха, успеха. Ну, как вы считаете, это знак какой-то, что выключили свет? Ну, это знак нашей бесхозяйственности только и всего. Вот и все. Мы живем в Одессе, как все в Одессе. Там даже есть такие слова. Чума, пыль, холера. Узнаю родные места, мы в Одессе. Все. Спасибо, Ольга. И вернемся к прежней теме. Профессиональному празднику работников телевидения, радиосвязи. Напомним, он отмечается сегодня, 16 ноября. Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством. Вот девиз работников средств массовой информации. Сегодня они принимали поздравления в Национальном союзе журналистов. Вы даете нам информацию, что находится в мире и в Украине. Мы видим и слушаем это благодаря вас, благодаря вашей работе. И мы ценим вашу работу и знаем, какая у вас трудная работа. Мы ценим вашу работу. И спасибо вам. И поздравляем в этом день. И дай Бог вам счастья и удачи в жизни. Благодаря работе профессионала в отрасли связи и информатизации Украины сокращаются расстояния между городами и людьми. Распространяется не только информация, но и духовно-нравственные ценности между людьми. Я хочу вас поздравить всех нас с этим праздником. Правда он холодный, судя по погоде. А вообще прекрасный праздник. Это день, когда мы можем наконец поговорить о себе, о наших проблемах, о наших достижениях. Друг друга как-то отметить. Это прекрасный день. Поэтому я хочу поздравить всех нас от имени Академии наук с этим великолепным праздником. Конечно, пожелать всем только здоровья, удачи и успехов в нашем нелегком и всегда в благодарном труде. Спасибо за внимание. Современный мир немыслим без средств коммуникации и связи. В этом можно убедиться на протяжении всего дня. Ведь человек постоянно пользуется телефоном, смотрит телевизор, слушает ради или работает в интернет. Человечество стало зависимым от этой отрасли. Но главное найти интересную, объективную и безусловно полезную для вас информацию. Максим Шпат, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Тлеющие листья и мусор около домов и в парках. Неприятный запах, от которого приходится закрывать окна. Обычная осенняя картина. Мы к этому давно привыкли и считаем само собой разумеющимся, что дворник сметает опавшую листву в кучу, а затем ее сжигает. Между тем, это грубое нарушение закона, причиняющее вред здоровью. При этом в атмосферу выделяется более 70 опасных веществ, большинство из которых канцерогены, способствующие развитию раковых заболеваний, а продукты горения могут вызвать приступы астмы, отравления и тому подобное. И это еще не весь букет болячек. Как же поступать с опавшими листьями, нам рассказали в коммунальном предприятии Горзеринтрест. То, что вред от сжигания опавшей листвы очень большой, факт общеизвестный. Хотя, согласно статье 27 Закона Украины о растительном мире, для этого необходимо иметь разрешение органов государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, правила это нарушаются регулярно и повсеместно. Согласно правилам содержания зеленых зон на селеных пунктах Украины, это запрещено производить на территориях. То есть листья надо утилизировать. В избежание костров и пелены вредного дыма, как следствие кампании по избавлению от осеннего листопада, сотрудники КП Горзеринтрест граблями и вилами собирают опавшие листья. Затем складывают их в полиэтиленовые мешки и вывозят за город в теплицы предприятия. Притучили вопрос создания на нашем подразделении тепличного хозяйства специальные компостные устройства, которые позволяют ускорить процесс гниения и в течение месяца уже получить хорошую биомассу для того, чтобы удобрять те же грунты в теплицах и на территории города. Специальные полигоны для утилизации листьев есть и в городе. Если вы не хотите вызывать коммунальщиков для уборки, можно свозить их туда. Но люди не торопятся это делать. Не пугают даже штрафы. Штраф измеряется минимальный заплат в зарплатах от 850 до 1900 гривен. Словом, все это подтверждает уровень культуры одесситов оставляет желать лучшего. Разжигая костер из запавших листьев и не заботясь при этом о здоровье окружающих, подумайте хотя бы о здоровье собственном. Дышать свежим осенним воздухом вам желает Татьяна Леонова, Эдуард Шендурович, Новая Одесса. Таким выдался последний день этой рабочей недели. С понедельника в этой студии будет работать для вас Денис Гончар, а я желаю вам удачных выходных. После прогноза синоптиков смотрите обзор прессы. Приятного вам вечера и увидимся на этом канале. Прогноз погоды от страховой компании ТИКОМ. Как прогнозуют синоптики, у субботу 17 листопада в Одессе очікуется хмарная и довольно прохолодная погода. Опади не предбачаются. Вітер північно-східный помирный 2,4 метра на секунду. Атмосферный тиск вищий за норму 770 мм штутного стовпа. Володость повітря 75%. Температура повітря вночі близко нуля, в день 2,4 градуси з позначкою плюс. Страховая компания ТИКОМ. Поступай всегда уверенно. Заключив договор Автокаска в период с 1 октября по 28 декабря, получите видеорегистратор и другие приятные сюрпризы от страховой компании ТИКОМ. Страховая компания ТИКОМ. Уверенность в квадрате. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 719 0555. АРМАТОРЫ Заключи. АРМАТОРЫ АРМАТОРЫ Продолжение следует...